Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. К темам дня. Тимур Нагуманов и Айрат Хайрулин на сходе граждан в Минибаево. Какие вопросы взяты на контроль? Сотрудник МФЦ дает возможность вам получить 205 видов госуслуг. Зоны для фото и видеосъемок, модные студии, новое название. Как сделать подростковые клубы современными, предлагает молодежь. Стремимся создать интересные досуговые пространства для современного подрастающего поколения. Абсолютное одиночество, вымирание деревень и тема малых народов. Премьера в драмтеатре моноспектакль «Микулай». Показалось, что будет очень сложно актеру одному быть. Подведение итогов в Альметьевском районе продолжается. Накануне встреча прошла в Минибаево. С жителями там встретились глава района Тимур Нагуманов, министр информатизации и связи Айрат Хайрулин, руководители служб и организаций. На сходе подвели итоги минувшего года, обсудили планы на 2020 и ответили на вопросы граждан. Сначала открытие мемориального стенда. На нем имена участников Великой Отечественной войны, которые вернулись домой с победой. До марта планируют установить дополнительные планшеты, увековечить память тыловиков. Чтобы вы открыли такой памятный планшет, тружеником тыла в Великой Отечественной войне. После торжественной части перешли к итогам. За минувший год в селе частично выполнили асфальтирование дорог и ямочный ремонт. Обновили водопровод и уличное освещение. Также спилили и вывезли аварийные деревья. Установили игровой комплекс в детском саду. В планах завершить строительство клуба. Серьезный вопрос, который пока остается открытым – капитальный ремонт школы. Она в аварийном состоянии. Разрушаться дальше школе мы не можем позволить, поэтому базовые, основные мероприятия, то, о чем говорит глава поселения, мы обязательно должны сделать. Много говорили о цифровизации. Экс-глава, министр цифрового развития республики Айрад Хайрулин, сегодня является куратором Альметьевского района. Отдельно он говорил о возможностях многофункционального центра. Предложил организовать транспорт в село для сотрудников учреждения. Получить справку с пенсионного фонда о размере пенсии, потому что получить субсидию, не надо ездить в город. Сотрудник МФЦ дает возможность вам получить 205 видов госуслуг. Прозвучали и вопросы жителей. Пенсионеры поделились, что здесь им негде заниматься плаванием. Председатель совета ветеранов напомнил, в городе есть 6 школ, где пенсионеры могут посещать бассейн бесплатно. Для этого им организуют бесплатный транспорт из села. Поднимали и тему с вывозом мусора. Платят, как в городе, а вывозят мусор реже. Я уверен, что там все четко прописано, что сколько раз население может вывозить. Там все должно быть отрегламентировано, и в тарифах все включено. Обсудили благоустройство, вопросы ЖКХ и оплаты коммунальных услуг, охрана порядка, ремонта в многоквартирном доме. Все вопросы поставлены на правительственный контроль. В завершении вечера традиционное поздравление активистов. Айрат Хайрулин отметил подарками жителей, которые были задействованы в процессе перехода на цифровое телевещание. Глава района Тимур Нагуманов вручил цветы, грамоты и памятный знак 100-летия Тайс СССР гражданам, которые большую часть жизни посвятили работе в селе. Я работала в деревне Невайва 48 лет сельским фельдшером. Спасибо, конечно, можно сказать, так уж как-то громко. Родина не забыла. Собрание граждан продолжится до середины февраля. Они пройдут в каждом поселении. На встречах можно будет обсудить итоги года и вопросы, которые волнуют жителей. Лиса Навзалова, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ Итоги года подвели и на предприятии «Ремсервис Транспорт». Сотрудники обсудили показатели работы и обозначили планы на будущее. В подразделениях компании «Таграс Ремсервис» прошли собрание трудовых коллективов. На предприятии «Ремсервис Транспорт» подвели итоги прошлого года и наметили задачи на текущей. Предприятие «Ремсервис Транспорт» предоставляет услуги нефтяным и сервисным компаниям. В прошлом году коллективом выполнены все производственно-экономические показатели. Выручка от реализации услуг превысила плановые показатели на 2,2%. Ставим себе задачи на 2020 год сработать, не упустить достигнутые показатели, достигнутых результатов. Сработали неплохо. Неплохая динамика по снижению дорожно-транспортных нарушений. Неплохо переоснастились в 2019 году. Второй год на предприятии реализуется программа обучения безопасному вождению. В прошлом году ее прошли 194 работника. Дополнительно обучено 77 водителей и машинистов. Для улучшения условий труда на предприятии сделали капитальный ремонт автотранспортных цехов. В отличие от многих, практически всех сельских компаний на территории России, мы все эти годы с вами имели полную загрузку всех наших бригад. По всем видам деятельности. И капитальный ремонт, и бурение, и ГРП, и колтюбер, и у нас химпроизводство есть. У нас ни одно из подразделений, ни одна из бригад не простаивала, не имея работы. Не то что в течение длительного времени, ни месяца, ни одного дня. На встрече подробно обсудили планы и задачи на будущее. У нас поставлены амбициозные цели по снижению себестоимости цепо стоимости бригады части заказчика. Процент снижения в районе 15%. Сумма снижения в районе 80 рублей. Завершилось отчетное собрание награждением передовиков производства ремсервис-транспорт. В Альметьевске в этом году по республиканской программе отремонтируют два подростковых клуба «Искра» и «Дорожник». Школьники предложили свои идеи, как сделать учреждения современными. В Альметьевске прошел проектный семинар для молодежи. Что предлагали подростки, расскажем далее. Секции, кружки, студии подростковых клубов, их название и оформление. Все это возможно изменится в ходе капитального ремонта. Юные участники семинара предлагают свои идеи по наполнению и дизайну молодежных площадок. У нас есть идеи добавления новых кружков, такие как спортивные кружки, кружки английского языка, музыкальные кружки, добавление общественных деятельностей. Чтобы было больше электроника, чтобы играли подростки. Хорошее освещение, фон для съемок. А вторая комната – это как бы одна комната, разделенная шторкой. А вторая зона – это как… она позиционируется как караоке, и также можно будет с проекта рассмотреть фильмы, ну и просто отдыхать. Всего в городе действует 32 подростковых клуба. В течение года их посещают 6,5 тысяч детей, которые заинтересованы в создании комфортных условий и развлекательных программ. Хотелось бы увидеть больше молодежи, больше молодежных проектов, больше предпринимательских проектов от молодежи, чтобы именно у нас вся работа была с молодежью связана и для молодежи. Увеличить пространство, чтобы оно как было трансформер. Хотим, мы сегодня провели лекции, какая-то игровая площадка для любых мероприятий. В подростковом клубе «Искра» планируют изменить дизайн. Там хотят изучать флористику и в целом сделать это место площадкой для различных направлений. В клубе «Дорожник» планируют развивать молодежное предпринимательство и добровольчество. Мы стремимся создать интересные досуговые пространства для современного подрастающего поколения, которое требует инновации, требует, чтобы мы шли в ногу со временем. К работам хотят приступить в марте, чтобы к началу нового учебного года клубы уже были открыты для детей. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ Альметьевцы могут проголосовать за своего выдающегося земляка. На сайте «Столетия образования ТССР» проходит голосование за известных представителей районов республики. Организаторы проекта поясняют, в списке те, кто прославлял республику и продолжает делать это сегодня. Альметьевский район представляет Сыжида Сулейманова. Отдать свой голос можете и вы. Для этого заходите на сайт 100.татарстан.ру. Голосовать можно каждый день. Это еще не все новости. Смотрите далее. Абсолютное одиночество, вымирание деревень и тема малых народов. Премьера в драмтеатре. Моноспектакль «Микулай». Дети просят. Водитель, будь аккуратен. Письмо автомобилистам написали воспитанники детского сада. Письмо водителю. Акция под таким названием накануне прошла в Альметьевске. Ее провели сотрудники госавтоинспекции и воспитанники детского сада «Алсу». Они призывали водителей выбирать безопасную скорость, не садиться за руль в нетрезвом виде, пропускать пешеходов и перевозить детей в детских креслах. В доме безнеслений и супермены, юрист-артисты, врачи и спортсмены, но прежде всего мы водители. Все, 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 все. Для ребят из детского сада номер 22 «Алсу» день начался не совсем обычно. Они сегодня в роли полицейских. С собой берут письма для водителей. Тем самым они призывали водителей соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Мы надеемся, что проведенная данная акция с нашими ребятами заставит хоть некоторую часть водителей задуматься о своем поведении в процессе дорожного движения. Всех призываем соблюдать правила дорожного движения. Мы считаем, что такие акции способствуют безопасному поведению на дорогах всех участников дорожного движения. За время акции более 10 водителей услышали в свой адрес напутственные слова, получили памятки и письма обращения о важности соблюдения правил безопасности на дорогах. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Премьера на сцене Татарского драматического театра. «Микулай» – спектакль одного актера. До этого моноспектакль в Альметьевском драмтеатре ставили в 1988 году. Спустя 32 года к такому сложному жанру вернулись снова. Чтобы подарить зрителям еще один запоминающийся образ. Все благодаря творческому союзу, исполнителя главной роли Рафика Тагирова, режиссера из Хакасии Мараса Чебура и драматурга Мансура Гелязова. Как публика приняла новую постановку, смотрите далее. Репертуаре Альметьевского драмтеатра – пополнение. Новый сезон уже подарил зрителям постановку «Изоб». В неопределенном жанре – вечный спор. На очереди моноспектакль «Микулай» – жанр драма. Режиссер Марас Чебур и автор пьесы Мансур Гелязов рассказали историю об одиночестве конкретного человека. Спектакль одного актера Рафика Тагирова поднимает вопросы куда более серьезные и глобальные, чем добровольные отрешения от мира. Один из таких – «Вымирание деревни». Это явление существует практически во всех странах, и мы не являемся исключением. И когда деревня исчезает полностью, полностью с лица земли. Но в нашей пьесе остается один человек, который содержит эту деревню в чистоте, в порядке. Постановка не без этнического колорита. Впрочем, у присоединяется и тема малых народов. В этом случае кряшен. Нашлось место и популярной культуре. У спектакля два, если так можно выразиться, лейтмотива. Музыкальный – песня Джона Леннона «Yesterday» и литературный – различные произведения Сент-Экзюпери. И как маленький принц, герой старается поддерживать порядок вокруг себя в надежде, что люди однажды вернутся в родную деревню. Чтобы не сойти с ума, Микулай смастерил себе кукол. В их компании он проводит свой единственный день – длиною в жизнь. Мне показалось, что будет очень сложно актеру одному быть. Он там построил себе куклы. И я подумал, что, может быть, куклы эти будут живые актеры, чтобы ему помочь. Чтобы не было такого одного воображения. А эти куклы, действительно, он их видит, но они не живые. Ну, вот такой формат. Марас Чебурь – режиссер из Хакасии. С ним альметьевские артисты познакомились в Грозном на театральном фестивале летом прошлого года. Тогда и решили, нужно поработать вместе. Зрители результаты совместного труда оценили. Вообще замечательная. Просто у меня мама крещеная. И недалеко от этой деревни, и, между прочим, так будто я в детстве, ну, сможет сказать. Я, конечно, не ожидала, что будет театр такой одного актера. Мне нравятся декорации. Декорация, да, живое исполнение. Большое проникновение в душу, потому что это очень интересно, это и весело, и местами грустно. И ты понимаешь, что, действительно, это очень важная тема, которую они затрагивают. И хочется узнать, чем это все закончится. На 75-й сезон в драмтеатре было запланировано 5 новых спектаклей. Два из них собрали в премьерные неполные залы. Тимур Туманов, Ильжат Бахтиев, Альметьевск ТВ. По аналогии с паспортом гражданин Российской Федерации, водительское удостоверение также имеет свой срок действия. Обычно этот срок составляет 10 лет. Но есть такие случаи, когда водительское удостоверение необходимо поменять ранее выше указанного срока. Это такие случаи, когда изменение персональных данных владельца, утеря, либо кража водительского удостоверения, а также по состоянию здоровья. Кроме того, необходимо ранее менять водительское удостоверение при открытии новых категорий. Замена водительского удостоверения – процедура очень даже простая. Поменять водительское удостоверение можно не только в органах госавтоинспекции, но также в многофункциональных центрах, что существенно облегчает жизнь нашим гражданам. Если записаться через использование портала единых государственных услуг, существенно экономится не только время, но и материальные затраты гражданина. Государственная пошлина составляет вместо 2000 в банке 1400 с использованием единого портала государственных услуг. Поменять водительское удостоверение в госавтоинспекции можно в любом месте на территории Российской Федерации по месту фактического нахождения гражданина, при этом независимо тот факт, где он ранее получал вышеуказанное водительское удостоверение. Медицинская справка при замене водительского удостоверения нужна только в том случае, если прошел срок водительского удостоверения, то есть 10 лет, а также в том случае, если имеются медицинские противопоказания. В случае обмена водительского удостоверения с изменением персональных данных и при утере водительского удостоверения медицинской справки нет необходимости. Действующим законодательством не предусмотрена сдача экзаменов в случае обмена водительского удостоверения. Обмен производится без сдачи экзаменов. Экзамен сдается только в том случае, если человек первоначально получает в отступление, а также при открытии новых категорий. И расскажем о том, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Спонсор прогноза – Санаторий Бакирова. Санаторий Бакирова – это уникальная программа лечения бесплодия. Целебные грязи и воды, разнообразная терапия помогает достичь желанного результата. Санаторий Бакирова – лечит сама природа. 6 февраля в Альметьевске сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается обильный снегопад, в отдельных районах слабая метель. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица. Температура воздуха ночью – минус 13 градусов, днем – минус 6. Атмосферное давление – 743 мм ртутного столба. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа «Городская среда». Смотрите наши передачи и сюжеты на сайте. Пишите нам в соцсетях. Мы есть везде. На этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова